Ой, Марья Ивановна, городские бары, не пробуйте, кушайте до меня, межделом слушайте. То, что на лотке убойких корабейников и не хочешь, да попробуешь, так звонко зазывают гостей. Желающих много, даже вилок не хватает. Антонина Владимировна, вилок дайте, рыжики. Рыжики вот. Рыжики из Сям, уже знаменитый тарнакский мед, сокольские колбасы и белозерский судак. Более двухсот продавцов из двух десятков районов заполнили широкую вологодскую ярмарку своим товаром. Глава Вологда Евгений Шулепов и первый заместитель губернатора Тамара Бритвина в числе первых покупателей. Рябушка. Вот сишки сами. Все свеженькое. Ну и вкусненькое. Да. Эта ярмарка, по сути, подводит итоги осенней уборочной кампании. Сразу видно, урожай удался. Здесь и продавцы, и покупатели мыслят масштабно. Мед так банками, картошка так мешками. Тем более и цена радует – 10 рублей за килограмм. Три сорта картофеля. У нас он разный. Есть белый, есть красный. На любителя, на потребителя. То, что все натуральное, без заморского слова консервант, продавцам и доказывать не надо. Вот они, доказательства рядом в вольерах. Козы сена у посетителей припрашивают. Куры прямо тут рекорды яйценоскости ставят. Для экзотики верблюдится Нюша и северный олень Рогалик. Ну а хозяйка праздника – это колхозница. Такое говорящее имя досталось при наряженной буренке. Каждый год коровы называются на букву алфавита. Прошлый год называли на «К». Поэтому колхозница. Более 30 тысяч человек побывало на осеннем празднике в центре города. И это не единственный рекорд, который побила Вологодская ярмарка. Районы реализовали продукции почти на 27 миллионов рублей. Практически никто из покупателей не ушел с пустыми руками. «Лучок. Очень хороший лучок. На зиму запасы уже, да?» «Ну да. Мы в основном за мясом приехали. Ничего. И цены ниже, чем обычно. Радует, что все есть в продаже. Доступно очень. Не надо очередь стоять. И саженцы вот продают». А самое главное – в Алакжане смогли прилично сэкономить. Уже подсчитано. Цены на ярмарки были ниже, чем в магазине, на 10-15%. И это только начало, уверяют власти. «И теперь каждую субботу на центральной площади нашего города, площади революции и на других площадках будут проходить подобные ярмарки до Нового года. Поэтому все желающие могут приобрести продукты питания». Следующая ярмарка состоится уже в ближайшую субботу. Мария Помилова, Новости Вологды, при содействии Вологда Портал.